Всем привет из Киева, столица Украины. С вами Виктор Фурсов и я сегодня на своей кухне, как всегда, попиваю чай, закусываю приятным киевским овсяным печеньем. И что вы думаете, что это я здесь вам показываю? Совершенно правильно, поход в магазин в Киеве. Сегодня 1 марта 2015 года. Да, вы думаете, что-то, что-то все подорожало. Ну так оно и есть, так оно и есть. Ну куда деваться? В магазин надо все равно ходить, чай покупать, печеницы покупать. Вот, что я сегодня купил 1 марта, день весны. Что-то все подорожало. Вчера идешь вечером, когда цена, утром сегодня приходишь, цена уже вторая. Почему? Подросла, доллар укрепился, и потом снова уменьшился. Цена что-то все время растет, а доллар тоже то вверх, то вниз. Но посмотрим, как он стабилизируется. А что вот сейчас, сегодня, 1 марта опять, которое вот сходил скупиться на 408 гривен. Сегодня доллар 32, делим 408, делим на 32, получаем на 12,5-12,75 доллара. Ну по европейским меркам, по американским так себе, но по украинским вообще говоря нормально, можно сказать. Потому что, как говорится, да стархан. Стол, как говорится, почти что ломится. Ну, конечно, так на всю неделю не хватит. Посчитаем, что же мы здесь купили. Ну, во-первых, кроме 408 еще купил проездной. Да-да, проездной, потому что повысилась цена на метро с 1 марта. Метро стоит 4 гривны вместо 2. Так, вообще говоря, задаром можно было ездить. Теперь будет 4, обратно еще 4, 8. А вот если покупаешь на 46 поездок, покупаешь по 3,5 гривны. Стоило 150 гривен. Такой месячный проездной, 46 поездок. Да-а-а, вот что-то здесь я всего накупился. Итак, смотрим, что сколько стоит. Смотрим, например, у нас здесь йогурт, активия, стоит 9 гривен. Вот такой вот йогурт, стоил 9 гривен. Да, вот такая мирнерская водичка, лагерная, негазованная, стоила 8 гривен. Вот такое венцо. А-а-а, хорошее венцо. Испанское. Оно стоило, сам выбирал, красное. 8 марта 52 гривны. Так-так, что здесь еще? Да, вот чаек-чаек, экономный. Экономный, скромный. Стоил, один стоил 20 гривен. Другой 21 гривна. Как говорится, на одной и той же полке выбирай, что хочешь. Вот хлеб. Хлеб тоже подорожал, но есть и нормальный хлеб, который не подорожал. Он стоил 4 гривны 70. Нормальный батончик. Душистый и вкусный. Каждый день покупаем. Конечно же, так, не рушимся. Конечно же, сырок. Такой вот вкусный сырок. Голландский. 34 гривны. По килограмм за килограмм 77 гривен. Всего тут 430 грамм. 34 гривны. Так-так, проходим еще, что у нас тут вкусненького. А вот голландские сырки по 6,70 оказались. Вот такие маленькие, на один зуб 6,70. Но тоже со снежечкой. Так оно хоть было еще больше. Так, 52, 52,90. Значит, 53. Что у нас еще? Молочко, плавленый сырок. А, вот сладенькое волошковое поле. Вот такое вот сладкие конфетки. По 67 гривен килограмм. Тоже вкусненькие, шоколадные. Так, пакетик стоил 7 гривен. Так, на базарчике стоили яблочки 12 гривен килограмм. Так, а это что у нас? Молочко, по-моему. Правильно. Молочко Косково стоило 11 гривен. Такой литр. Да, что еще купил? Так, выбирал еще шампусик настоящий. Некоторые пьют, которые моют. Так, 30 гривен. Так, вот, для мытья посуды стоило 12 гривен. 12 гривен стоило мыльца. О, вот 20. Да, 20 гривен стоило бриное яйцо. Тоже нужное дело. Зефирчик. Зефирчик. Куда? Вкусный, шоколадный. 11 гривен. Так, мармелад стоил 12 гривен. А вот кофе. Кофе уже не помню, сколько стоило. Кофе около 30 гривен стоило. Ява? Это не ява. Нет. Кофе, по-моему, стоило 30 гривен. Да, что еще? А, вот вкусненькое. Я купил все шоколадочку. Шоколадочку трюфелевую. Черный шоколад стоило 12 гривен. Тоже со скидочкой по все остальные. По 12, по 14, по 16, по 20 гривен за плиточку. До этого стоило, ну, 10 гривен. Сейчас до 20. Плитка шоколада. Так, что вот такие вкусности. На вечер сегодня прибыли к столу. Так, что будем кушать на этой неделе. Разные вкусности. Как говорится, с голоду не помираем в Киеве. До Стархан, как говорится, готов. Стоит только потрудиться, приготовить вечерний ужин. Ну, еще и на завтрак хватит, и на неделю. Всякие запасы небольшие. Ну, лимончик, конечно, к чаю тоже пригодится. Так, что вот такие новости из Киева, столицы Украины. 1 марта. Смотрите, заходите на наш канал. Спрашивайте вопросы. Что подорожало, что нет. Есть ли сахарок в Киеве? Сахар тоже есть. И шоколадок завались. Есть и сорок завались. Ну, и лимончик, конечно, подорожал. 30, по-моему, 6 гривен стал стоить. Но уже перевешивает своей стоимостью. На один лимон, да можно все-таки взять. Ну, и печеница, конечно, и всего добра хватает. И, конечно, мармеладика. Почему бы и нет. Понравилось видео? Ставьте лайки, пишите комментарии, заходите на наш канал. Привет из Киева, столицы Украины. Всем пока. Будем показывать новости. Смотрите за обновлениями, что у нас. В продолжении будет рассказ о тех, кого я увидел в магазине, в супермаркете. Это уже биологический будет рассказ. Особенный, смешной, приятный и интересный. Пока. До следующих встреч. Смотрите мой канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok